Новый курс на развитие макроэкономики взяли страны-участницы Евразийского экономического союза. Об этом стало известно на заседании главправительств с участием Касмжумарта Тукаева. Участники встречи отметили важность усиления данного направления, особенно в постпандемический период. Стороны также подписали ряд документов и внесли конкретные способы стабилизации ситуации. Дамир Анитов продолжит тему. Открывая мероприятие, Касмжумарта Тукаев поприветствовал зарубежных гостей и отметил, что сегодняшняя встреча проходит в условиях беспрецедентного обострения геополитической напряженности. Он заявил, что страны-участницы ЕАЭС беспокоят усиление санкций и негативные последствия для экономики и финансовых систем СНГ. Наш экономический союз по понятным причинам беспокоит усиление политического противостояния, вслед за ним санкционного конфликта. Все это чревато негативными последствиями для экономики и финансовых систем наших стран. Мы в Казахстане принимаем меры антикризисного характера. Но это только начало, впереди, конечно же, очень серьезная, сложная работа. Полагаю, что эту работу мы могли бы проводить согласованно вместе с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу. То есть здесь роль руководителей правительств трудно переоценить. С учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых и промышленных систем, полагаю, что в рамках союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий нынешней геополитической ситуации. Казахстанская сторона считает необходимым приложить совместные усилия к полноценному и качественному таможенному оформлению внешней торговли. В первую очередь требуется срочная оцифровка всех процессов и обмена данными с Китаем. Вместе с тем премьер-министр Казахстана отметил, что для продвижения экспорта на рынки третьих стран необходим равный доступ к транспортной инфраструктуре, в том числе морским портам. Для развития экспорта наших стран важно решить вопрос свободы транзита товаров. Предлагаемые условия транзита зачастую становятся непреодолимым препятствием для экспорта, что крайне негативно отражается на отраслях экономики государств, не имеющих прямого выхода к морю. Во встрече приняли участие премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, России, председатель кабинета министров Кыргызстана, а также премьер Узбекистана. На заседании Алихан Смаилов обсудил с главой российского правительства Михаилом Мишустиным варианты газификации северных и восточных регионов нашей страны. Компании «Газпром» и «Казахгаз» до конца первого квартала текущего года должны провести оценку проекта газификации. Следующее заседание Межправительственного совета стороны договорились провести 21-22 июня 2022 года в белорусском Бресте.